Дети путинского окружения. Маленькие сладкие детишки. Как кремлевская элита отправляла своих чад жить на загнивающий запад. Почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие. В селе дети Кремля вернулись в родную гавань после восьми пакетов санкций и чем занимается в России. Прокралась она так удачно в этот амбар Винобороны, прогрызла там себе дырочку. Пошел ли кто-то из них на путинскую войну в Украину? Вы должны понимать, если вы председатель, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Сколько детей у самого Путина. Он же не выстраивает эту династическую историю для себя. Потому что у меня нет сына. И как россияне из своих карманов кормят не только друзей диктатора, но и оплачивают роскошную жизнь их наследников. Пропаганда в телевизоре и путинское окружение годами вливали в уши россиян байки о загнивающем западе. С каждым годом эта риторика становилась все агрессивнее. Но именно загнивающий запад, так называемая путинская элита, все это время выбирала для жизни собственным детям. Показы мод и шоппинг в Милане, шикарные апартаменты и тусовки в Париже, бизнес в Америке и учеба в самых дорогих университетах. Для внутренней публики внутри России говорили о том, что запад загнивает. При этом они отправляли своих детей учиться на запад, покупали там квартиры, дома и много таких примеров можно найти. И просто обычное лицемерие, двуличие. Так пристраивали своих детей даже самые отъявленные почитатели скрепных ценностей. Они наши семьи хотят разрушать и своим мужикам в стримках наших детей туда отправлять. Вот для этого все. Елена Борисовна, а почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие. Сенатор о томской области Елена Мизулина известна борьбой с алименщиками и гей-пропагандой из загнивающего запада. Ее сын Николай учился в Бернском и Оксфордском университетах, работает юристом в Брюсселе. Запрет – это и есть самая большая свобода человека. Но для них самих запретов нет. А в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный цивилизованный человек не будет относиться равнодушно. Это Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина. Вела гламурную жизнь в Париже, фотосессии, наряды, тусовки и даже стажировка в Европарламенте. Говорят, и бизнес во Франции открыла в сфере пиара. У меня нет французского гражданства. У меня есть только наше гражданство Российской Федерации. Несколько лет назад журналисты из команды Навального нашли у бывшей жены Пескова и матери троих его детей в Париже шикарную недвижимость. И даже доказали, что деньги на покупку тоже эмигрировали из России. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балкон. Куплена она в сентябре 2016 года. Оформлена на французское юрлицо «Сириус». 75% которого принадлежит Екатерине Солоцинской – Песковой. А 25% – ее дочери Лизе Песковой. После широкомасштабного вторжения России в Украину Лиза опубликовала в соцсетях антивоенный пост. Но быстро его убрала. От санкций Евросоюза дочь Пескова это не спасло. В черный список европейцев попала не только Лиза, но и старший сын от первого брака Николай Чоулс. Фамилия по отчему британцу. В Россию к отцу Николай, правда, вернулся давненько. Ведь здесь у него тачки, тусовки, мажорный отдых, а в Британии осталось уголовное прошлое. В 2009 году отпрост Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса. Отнял у него деньги и избил. А за несколько месяцев до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон. Сроки по двум делам суммировали, и Николай Чоулс провел в тюрьме более года. Недавно после того, как Путин объявил мобилизацию для россиян на войну в Украину, журналисты устроили сыну Пескова розыгрыш, позвонив якобы из военкомата. Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. Вы должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне. На другом уровне все порешал наверняка и сын Дмитрия Медведева Илья. Он этим летом вернулся на родину из Америки. Все опять же из-за санкций. Послушайте, ребята, вот смотрите, что вы делаете. Ладно, вы ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли там где-то около 100 миллиардов евро, по некоторым подсчетам даже 200, и мы, конечно, потеряли чего-то. Так вы даже не хотите встречаться. А кому от этого лучше? Так Медведев-старший рассуждал несколько лет назад. Но вот сейчас уж точно не повезло его сыну. В Штатах у Ильи был собственный бизнес, сеть автозаправок и магазины. Сам жил в солнечной Калифорнии. Даже аннексия России и украинского Крыма и война на Донбассе все эти годы не влияли на воплощение американской мечты Ильи Медведева. Но ситуация изменилась. Путин пошел большой войной в Украину. Если вы ведете бизнес в Америке, то вам в любом случае необходимы инвестиции, вам необходимы организации, банки, которые будут давать вам деньги на те или иные проекты. Соответственно, если вы подпадаете под проверку государственными органами, как сын одного из крупнейших деятелей государственных России, вас могут просто проверять как человеку, у которого могут быть деньги не свои. Его, например, могли пригласить на беседу в ФБР. Его имя могло засветиться где-то в СМИ. И, соответственно, никто не захочет из бизнесмена вести бизнес, быть партнером, бизнес-партнером сына деятеля из государства террористов. Может, это совпадение, но после выдворения из Америки сына посты Дмитрия Медведева с угрозами всему миру стали еще более радикальными. Здесь явно что-то личное. Разрешили европейские и американские законотворцы, значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущества и не пускать их через границу к западным ценностям. Может, Медведев еще и обижен, потому что сына в России не удалось пристроить на денежное место топ-менеджерам в какую-нибудь госкомпанию, а всего-то клеркам в аппарат путинской партии. Он очленился в «Единой России». Там он теперь хочет занимать какую-то позицию партийного функционера, потому что, я так понимаю, он пойдет по этим спискам в Думу на выборы. И там, вероятно, хочет занять какой-нибудь, ну, я не знаю, комитет, может быть. Хочет возглавить какой-нибудь комитет, может, фракцию хочет возглавить. Это вполне вероятно, потому что формально Медведев же до сих пор глава этой вот горе партии. С нравами этой золотой молодежи хорошо знаком Илья Пономарев, ведь когда-то имел опыт работы с детьми путинской элиты. У меня был, будете смеяться, где-то в году 2010-2011, 2010, такой проект создания большого инвестиционного фонда для России, в которой трудоустроить как раз детей этих самых начальников. То, что они дети своих родителей для западных инвесторов, это гарантия, то, что никто не обидит, не отнимет. Ну, это вот была наша общая стратегия. Все, что можно вернуть в Россию для того, чтобы она развивалась, которая закончилась, соответственно, с уходом Медведева. Из этого ничего не получилось, потому что эти дети не способны к этому. То есть они способны бухать, заниматься любовью, в общем, нюхать, работать не способны. Есть еще одна версия, зачем путинское окружение так часто отправляло своих детей жить на Запад для влияния на тамошние элиты. И хотя выглядит это как сценарий шпионского фильма, есть доказанные примеры. Вы отправляете богатого человека, он представляется как такой нейтральный человек. Он закрепляется в этом западном государстве, он становится спонсором, допустим, американских политиков. И через этих американских политиков оказывает влияние на принятие решений американским государством. Была же информация о том, что в Норвегии был арестован сын Владимира Якунина, бывшего руководителя железных дорог России. Тоже очень богатого человека. Вот его сына арестовали, если не ошибаюсь, в Норвегии, за то, что он снимал какие-то там объекты на атом. А что же дети самого Владимира Путина? Семью он всегда держал в тени. Один из внуков, дочка начала его учить жизни. Это которая? Ну какая разница. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покошлю. Ну тем более. Покошлють нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. За секреченность семьи Путин объяснял вопросами безопасности. Но Илья Пономарев уверен, дело не только в безопасности. Я не видел никаких признаков каких-то очень близких отношений. Мне всегда как раз казалось, что Путин семьей скорее тяготился. Обстоятельства же известные, при которых он женился. У него в загранкомандировку нельзя было ехать неженатому человеку. То есть ему надо было жениться. То есть они наспех женились, кого-то родили и так далее. Когда стало возможным развестись, он развелся. Достоверно известно, что в этом официальном браке у Путина родились две дочери. Есть их детские снимки. С повзрослевшими дочерьми диктатор никогда не появлялся на публике. Засекречены были даже имена, но их личности журналисты давно выяснили. Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Младшая родилась, когда семейство Путиных жило в Дрездене. И Европа для детей диктатора всегда оставалась не чуждой. Он всегда, что касается своих дочерей, их воспитывал в совершенно нескрепной манере. То есть даже когда они вернулись из Дрездена, они все-таки пошли не в российскую школу, а именно в немецкую школу при посольстве. Старшая дочь Путина Мария – врач-эндокринолог. Ее работа якобы связана с генной инженерией. Первый муж – гражданин Нидерландов Йорит Фаасан. Некоторое время пара якобы жила на две страны, у них родился сын. А в 2014-м, после того, как российские наемники в небе над Донбассом сбили малазийский Боинг, супруги перебрались в Россию. Известно, что старший зять Путина был топ-менеджером Газпромбанка, миллионером и до сих пор живет в России. У Марии, правда, теперь новый муж – Евгений Нагорный. Второй зять Путина тоже быстро стал миллионером. И если об отношениях Марии журналисты узнавали по крупицам, жизнь ее младшей сестры Екатерины до определенного момента была более открытой. Известно, что в 2013 году она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына друга отца по кооперативу «Озеро». Свадьбу праздновали на одном из любимых путинских курортов – Игора, возле Питера. Муж Екатерины, Кирилл Шамалов, в 2018-м, по версии «Форбс», стал самым молодым долларовым миллиардером в России. В чем же секрет мега-обогащения путинского зятя? Там все очень просто и цинично, и на самом деле, ну, так сказать, просто вот нагло. Приходит молодой парень в Государственный банк и говорит, «Ребята, а можно я у вас миллиард долларов возьму? Что-то мне хочется купить акции нефтяной компании». Те говорят, «Милый, дорогой, да мы тебя всю жизнь ждали. Миллиард долларов, да никаких проблем. Вон, возьми, так сказать, распиши здесь, здесь и здесь, и забери свой миллиард долларов». Этот парень берет миллиард долларов в Государственном банке, покупает акции нефтяной компании. Купил. По счастливой случайности, исключительности совпадения, эта компания, оказывается, готовилась к продаже китайцам. Китайцы объявляют, что они покупают эту замечательную нефтяную компанию. Цена акции вырастает в четыре раза. Этот парень приходит, а этот парень продает самалу акции, получает четыре миллиарда долларов. Компанию «Инопрактика», которую возглавляет Екатерина Тихонова, спонсируют на сотни миллионов долларов ежегодно. «Роснефть», «Сибур», «Газпромбанк» и другие российские кошельки. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя одновременно. О доходах и бизнесе дочерей у Путина даже спрашивали публично. Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Вы упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Вы упомянули какие-то их личные доли, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес. Наковыряли журналисты не только о бизнесе. Выяснилось, что с Кириллом Шамаловым Тихонова развелась еще в 2018-м. Вместо него, увлекающуюся в юности спортивным рок-н-роллом Екатерина связала судьбу с балетмейстером по фамилии Зеленский. Тот был художественным руководителем баварского государственного балета. И младшая дочь Путина несколько лет жила на две страны. В Германию к любимому мужчине летала якобы в сопровождении госохраны на Западе. Это считалось бы коррупцией, но не в России. Жизнь на две страны для Екатерины закончилась после широкомасштабного вторжения Путина в Украину. Против Марии и Екатерины США и Евросоюз весной ввели санкции. Не попала ни в какие черные списки еще одна дочь Путина, неофициальная. 19-летняя Елизавета Кривоногих, дочь-совладелица Банка России Светланы Кривоногих, которую долгие годы называли любовницей Владимира Путина. В кремлевском окружении, по крайней мере, Лизу все считают третьей дочерью диктатора. Две официальные дочери и еще дочь от Светланы Кривоногих. Насчет Кабаева я не уверен. Может да, может нет. Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую тоже называли любовницей и чуть ли не женой Владимира Путина, тоже во всех санкционных списках. То ли действительно за близость с диктатором, то ли за то, что возглавляет прокремлевскую медиаимперию, национальную медиагруппу. Личную жизнь сама Кабаева тщательно скрывает. По данным журналистам, до 24 февраля она жила в Швейцарии. В этой стране якобы рожала второго сына. В том, что ее сыновья, дети Путина, сомневается Илья Пономарев. Он же не выстраивает эту династическую историю для себя, потому что у него нет сына. Это одна из причин, почему я думаю, и я уверен в этом процентов на 99, что Кабаева и Путин – это разные истории, и дети Кабаева – это не дети Путина. Потому что у Кабаева есть сын. И если бы это был сын Путина, то вот эта вся династическая тема, она бы уже всплыла. Судьба некоторых кремлевских отпрысков после 24 февраля и вовсе неизвестна. Вернулись ли они в Россию или каким-то образом остаются на загнивающем Западе? К примеру, где сейчас дочь одного из главных приспешников Путина и чемпиона по вранью Сергея Лаврова? Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Екатерина Лаврова-Винокурова имела гражданство США, училась в Колумбийском университете. Ее муж и дети – граждане Израиля. Скорее всего, они уже находятся в России, потому что им просто опасно таким вот детям крупных деятелей, таких как Лавров, просто опасно сейчас быть за пределами России. Если Лавров – человек, один из высших государственных деятелей страны террориста, спонсора террориста, у него есть дочка где-то, то у этой дочки будут большие проблемы. Есть, правда, вариант, как детям путинского окружения избежать проблем. Можно просто изменить имя. Так поступил сын ныне покойного рупора Кремля Владимира Жириновского. Сначала он взял фамилию жены и стал Игорем Лебедевым, а потом и вовсе Давидом Гарсией. Сын Владимира Жириновского, который, купив недвижимость в Испании, он просто поменял имя и фамилию, взял и в Майами еще он купил недвижимость. Гарсия – это как Иванов Сидоров в России, и поэтому очень легко затеряться. И тем не менее, многих кремлевских детей, так полюбивших роскошную жизнь на загнивающем Западе, санкции и вовсе не коснулись. То ли они надежно спрятались, то ли Европа закрывает глаза, оставляя себе рычаг влияния, чтобы остановить путинскую войну. Капиталы, деньги, дети, любовницы, доверенные лица – все же на Западе. Но это вопрос воли Запада. Готов ли он, используя эти рычаги давления, заставить изменить позицию Москвы? Он не хочет прибегать к этим средствам, потому что они как бы крайние. И, соответственно, наверное, еще не наступил этот момент. Я по-другому это не могу объяснить. Вот смотрите, как с конфискацией происходит. Уже задекларировано, но пока еще ничего. Масштабные не конфисковали. Например, 350 миллиардов российских денег в ЦБ. ЦБ РФ держит в Америке, они заморожены. Вот когда дойдет до конфискации, то, наверное, я так предполагаю, что и до детей доберутся. К возвращению отпрысков своей элиты в Россию радуется Владимир Путин. Ведь у него самого появилось больше рычагов влияния. Если вдруг кто-то из окружения воспротивится войне на уничтожение России, которую кремлевский диктатор развязал против Украины, всегда можно надавить детьми.